Приветствую всех любителей шахмат. Я продолжаю освещать творчество чемпионов мира. И сегодня вам хочу показать партию 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. Эта партия была сыграна в 1981 году на турнире в Москве. Противником Карпова был Ян Тимман, известнейший гроссмейстер, которому принадлежали черные фигуры. Итак, Анатолий Евгеньевич начал игру ходом C4. Это так называемое английское начало. Черный отвечает C5 симметрично. Ну и после начальных ходов на доске возникает следующая ситуация. Белый пытается захватить пешками центр, черный делает то же самое. Пока что позиция абсолютно симметрична, но после ходов D4 и D5 Анатолий Карпов принимает решение разменяться на поле D5. И теперь у черных есть выбор. Либо взять пешкой на поле D5 и получить позицию с изолированной пешкой. Либо забрать на поле D5 конем. Таким образом направление дальнейшей игры определяет именно черный. И Ян Тимман принимает решение взять на D5 конем. Таким образом произошла дебютная трансформация. И мы с вами видим на доске одну из позиций ферзевого гамбита. То есть такие положения возникают часто в защите Тараша. Ну и в дальнейшем уже белый получит изолированную пешку. Своим следующим ходом белый развивает фигуру в центр. Готовят рокировку в короткую сторону. Черный делает то же самое. Карпов рокирует. Тимман рокирует. И очень важный профилактический ход А3 исполняет Анатолий Евгеньевич. Таким образом белый забирает поле B4 у черных коней. И при случае хотят построить какую-то батарею против вражеского короля. Либо слона поставить на C2, ферзя на D3 и соорудить матовую батарею. Либо просто создать двойное нападение на поле H7. И также нападение по линии C. Здесь уже черные как бы вынуждены брать на поле D4. Поскольку уже здесь создана какая-то угроза взятия на поле D5. С последующим ходом ферзи 2 и двойным нападением на поле H7 и на поле C5. Поэтому черные размениваются на D4. Белый забирает пешкой. И на доске возникает типовая позиция метельшпиля с изолированной пешкой. Об этой позиции я уже рассказал очень много. На моем канале есть целый плейлист. Посвященный данной проблеме шахмат. Кому интересно вы можете кликнуть по подсказке вверху экрана. И знакомиться с данным плейлистом. Ну а в партии у нас был сделан ход слон F6. Нужно отметить, что в позиции с изолированной пешкой обычно белые стремятся к атаке на королевском фланге. Либо к продвижению D4-D5. В свою очередь черные стремятся в эншпиль. Они хотят разменять как можно больше фигур. Для того, чтобы в эншпиле слабость изолированной пешки сказывалась. После хода слона F6 ясно, что черные уже организуют два нападения на поле D4. Но пока что брать нельзя, поскольку у белых будет скрытое нападение слона H7. Поэтому Анатолий Карпов пока что усиливает давление на важное поле D5. Черные это поле максимально защищают. Белые играют ферзь D3, развивая ферзя и нападая на пешку H7. И здесь у черных есть выбор. Либо защититься от угрозы вязания на H7 путем G6. Что приводит к сильному ослаблению черных полей. Либо, как в данной партии, пойти H6. Но это также ослабляет королевский фланг. В частности, белые могут перестроиться, поставить слона позади ферзя. И создать угрозу мата на поле H7. В этом случае пешка на H6 будет под вопросом. Тем временем Анатолий Карпов играет конь E5. Пользуясь тем обстоятельством, что черным не очень выгодно отдавать своего слона. Поскольку затем белые переведут ферзя на G3. И получат преимущество двух слонов и мощнейшую атаку на вражеского короля. Придерживаясь общей стратегии разменов, черные берут на поле C3. Здесь как бы не очень выгодно брать пешкой. Потому что последует взятие на E5 и размен ферзей. Что явно на руку черным. Поэтому Карпов забирает на C3 ферзем. И здесь черные перекрывают диагональ мощному белопольному слону белых. А также где-то посматривает на пешку D4. В данный момент угрожает взятие на D4. Поэтому белые защищаются. Но и здесь уже не выгодно брать на поле E3 и на поле E5. Поскольку действительно пешечная структура у белых портится. Но дело в том, что добраться до этих пешек не так-то просто. Ферзь их надежно защищает. В то же время у черных. Существуют определенные трудности с развитием белопольного слона. Ввиду этого у них не играет ладья расположенная на поле A8. Также белый владеет открытой линией и возможностью давления на поле FC. Следовательно здесь у белых серьезный перевер. Поэтому Ян Тимон не идет на этот вариант. Он играет конь D6. Нападает на слона. И здесь у Карпова был выбор. Либо отступить слоном на F3. Либо отступить слоном на C2. Казалось бы на C2 более перспективно. Поскольку белые сохраняют идею создания матовой батареи. Но дело в том, что здесь у черных все страстается. Они могут смело пойти B6. И на ход Ферзь D3 ответить конь F5. И здесь уже невыгодно играть G4. Поскольку есть промежуточный удар слон E5. Но теперь давайте посмотрим варианты. Если белые берут на F5 пешкой. Тогда очень сильный ход Ферзь H4. Создается угроза мата на H2. Ну а если белые возьмут еще и слона на поле E5. То здесь могут получить очень мощную атаку. Ферзь G4. Слон B7. И там у белого короля очень большие трудности. В том случае, если белые возьмут на E5 пешкой. Тогда просто размен Ферзей. Затем размен на поле E3. И здесь уже черные решают проблему с развитием белопольного слона. При этом в лагере белых очень много слабостей. Пешки на E5 и на E3. Здесь уже становятся объектом для атаки черных ладей. Так что Анатолий Евгеньевич принимает решение отвезти слона именно на поле F3. Для того, чтобы сохранить контроль над ключевым полем D5. А также давить на ферзевый фланг. Черный тем временем пытается решить проблему с развитием белопольного слона. Белый играет Ферзь B4. Атакует коня. Тимон защищает этого коня слоном. Попутно контратакуя вражескую ладью. Анатолий Карпов принимает решение поставить ладьи именно на линиях D и E. Объясняет это тем, что если они допустим выведут ладью на C1. Тогда у черных будет возможность также сыграть ладья C8. Поменяться. И это облегчит их оборону. Поэтому ладья E1. Тем временем Тимон играет А5. Нападает на Ферзя. Ферзь переводится на B3. Ходом слона A6. Во-первых, черный ставит слона на защищенное поле. Во-вторых, дополнительно укрепляет слабую пешку B7. Белые сыграли ладья D1. Черные пошли конь F5. Организуя давление на поле D4. Ну и при случае намереваясь разменяться на поле E3. Ходом слона E4 белые создают угрозу взятия на поле F5. Пользуясь тем обстоятельством, что белопольный слон стоит не на той диагонали. Он должен в таких случаях быть расположен именно на диагонали A8, G2, H1. Так что угроза слона F5 витает в воздухе. И Тимон принимает решение разменяться на E3. И затем сыграть Ферзь D6. Соединяет между собой ладьи. Таким образом, что является одной из целей дебюта. Белые переводят слона на C2. И опять-таки хотят создать какую-то матовую батарею. Сыграть Ферзь E4 и напасть на поле H7. Черный тем временем усиливает нажим на изолированную и следовательно слабую пешку D4. Но эта пешка пока что дважды защищена. Поэтому Карпов смело играет Ферзь E4. Здесь черным не хотелось бы ходить G6. Потому что там, во-первых, может последовать жертва коня на поле G6. Ну а во-вторых, есть какой-то пешечный штурм H4, H5. Так что, в принципе, здесь белые мат поставить не могут. Король может убежать на поле E7. Поэтому черный играет здесь ладья C8, захватывая открытую линию. Карпов все-таки выписывает шаг. Король отступает. И очень важный профилактический ход H3. Теперь у белых одна из идей это провести ход D5. Вообще, эта идея очень характерна для позиций с изолированной пешкой. Именно прорыв D5 и вскрытие линий в центре. Особенно это актуально будет, если черный король окажется где-то в районе поля E7. Или в районе поля E8. Ввиду этого необходимо сделать форточку. Поскольку после вскрытия линий могут последовать какие-то неприятные матовые идеи, матовые угрозы по первому ряду. И здесь Ян Тимон, голландский гроссмейстер, допускает очень серьезную ошибку. Ему нужно было смело пойти к королю E7. И выясняется, что D5 не проходит. Они проходят потому, что черные могут взять теперь на поле E5. И в случае вскрытого нападения на черного ферзя, черные могут забрать на D1. Пользуясь тем обстоятельством, что если белый сыграет слон D1, то неожиданно ловится вражеский ферзь. И у черных, соответственно, получается очень серьезное материальное преимущество. Если же белый берут на D1 ладьей, тогда следует размен на поле D1, ход ладья C1. И неожиданно выясняется, что слона-то защищать нечем. Таким образом, черный получает ладью и два слона за ферзя. Что также является серьезным материальным преимуществом. И здесь позиция черных также выиграна. Так что находка к королю E7, D5 была бы тактической ошибкой. Ну, в этом случае белым стоило пойти к конь G4. Но дело в том, что черный здесь нападает на ферзя. И после отступления ферзя находится очень сильный ответ Fc6. Мы видим, что черные напали на слона, а также напали на ферзя, предлагая размен ферзей. И белым не остается ничего иного, кроме как поменять ферзей. Ну и в этом случае, естественно, что у черных никаких проблем не будет. Так что действительно, ход к королю E7 приводил как минимум к равной позиции. Ну, а тот ход, который был сделан в партии, именно ход B6 является грубой ошибкой. Теперь белые переводят слона на B3. Готовят ход D5. Черные пошли здесь слон B7. И, наконец-то, вскрытие центра D5. И уже в этой позиции не работает вариант слон E5. Поскольку после взятия на поле E6 и взятия на D1, белый забирает слоном и выясняется, что нет поимки ферзя, что мы видели в предыдущем варианте. Поскольку белопольный слон черных покинул диагональ A6, F1 и нет хода слона D3 и ферзь белых не ловится. Соответственно, здесь у белых материальное преимущество и выигранная позиция. Поэтому после хода D5 Ян Тиман убирает ферзя из-под неприятного оренгена белой ладьи. Белый разменивается на поле E6. И после взятия на D1 следует красивейший удар, конь G6, после которого голландский гроссмейстер тут же сдался. В чем же здесь дело? Ну, во-первых, объявлен шаг к черному королю. Теперь, если этот король отступает на поле E8, тогда следует мат ферзь G8. Если черный забирает коня, тогда E7, опять-таки шаг к королю. И теперь на взятие слоном красивейший мат ферзь G8. Вот таким вот эффектным выдался финал данной партии между Анатолием Карповым и Яном Тиманом. Ну и подытоживая, можно сказать, что в этой партии была допущена одна, всего лишь одна грубая ошибка со стороны черных, которая привела к катастрофе. В этой позиции черные пошли B6. Ну и упустили из виду возможность белых D5. Что же, если вам данное видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на обновление канала. Ну и до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok